Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Мир глазами Мирона». И перед вами ученик третьего А-класса гимназии города Лабытнанге, начинающий вокалист, умелый спортсмен Мирон Дзюба. Здравствуйте! Мирон, что ты знаешь о празднике, который празднуется 23 февраля? День защитника Отечества. Хорошо. А кто такие защитники Отечества? Это те, кто защищали нашу Родину, когда была война. А ты себя относишь к защитникам Отечества? Нет, потому что меня не существовало, когда была война. Но обязательно при военных действиях мы можем назвать людей защитниками Отечества. А вот защищать свою семью, защищать близких, кота, в конце концов. Не относятся никак? Не знаю. Не знаю. Хорошо. А кто в твоем понимании настоящий мужчина? Назови три таких самых главных характеристики этого человека. Ум. То есть настоящий мужчина должен быть в первую очередь умным, правильно? Есть правильную еду. Ага, мужчина должен есть еще... И заниматься спортом. Вообще шикарно. Что такое правильная еда? Еще четвертое. Он не должен никогда обманывать. Умничка. Что в твоем понимании правильная еда? Мясо, запятая картошка, з... точка. Мясо и картошка, все понятно. Давай представим, что ты уже взрослый, тебе уже лет 30. Кем ты работаешь? Есть ли у тебя семья? Какое хобби? Я работаю в отделе кадров и получаю новогоднюю премию где-то каждый день в час. Каждый день, каждый час получаю новогоднюю премию на 1 миллиард. Угу. То есть у тебя каждый час Новый год? Да, у меня кажется, сейчас получается новогодняя премия. А теперь расскажи, какая твоя самая-самая-самая большая заветная мечта? Мерседес. Мерседес? Но если не такая мечта, за которую можно... Это реально? Ну да, за которую деньги, допустим, не нужны, да? Есть что-то такое? За то, за что деньги не нужны? Это воздух? Воздух? Мечтаешь о воздухе, да? Все, вздохнул и мечта сбылась, да? Да. Хорошо. Мирон, вот как никогда хочется спросить, да, к этому празднику, к ню советской армии, пойдешь ли ты в армию? Пойду. Пойдешь? Хочешь в армию? Да. Что ты там будешь делать? Ездить в лес и на службу, и просыпаться целый год в 6 часов утра. Это твоя мечта, да, в 6 часов утра просыпаться? Просто дом мне не разрешают. Просыпаться не разрешают? В 6 утра. А, понятно. Ну тоже хорошо. Давай еще помечтаем. Вот представь, что ты президент Российской Федерации. Представил? И тебе можно все, все, все. Какой будет твой первый президентский указ? Отменить вес алкоголя в мире. Хороший указ. Для чего? Чтобы люди не пили и не убивали друг друга просто так. Ладно. Когда будешь баллотироваться в президенты, будем за тебя голосовать. Хорошо? И все-таки давай порассуждаем. Ты больше хочешь теперь быть президентом или работать в отделе кадров и получать каждый час новогоднюю премию? В отделе кадров. Все-таки в отделе кадров, да? Да, потому что каждый час получаю 1 миллиард. Угу. Ну то есть не ждать тебя, да, президент? Очень же. Вопрос такой. Что нужно делать для того, чтобы быть образцовым мужчиной? Ну и защитником Отечества. Что нужно есть? Чем заниматься? Какой должен быть у тебя распорядок дня? Встать в 3 часа ночи, лечь, проснуться в 6 утра, позавтракать, лечь, спать до 12 утра, сходить на тренировку, прийти, поесть, лечь, спать и спать до 12 ночи, проснуться в 12 ночи и пойти гулять. Понятно. Ну то есть ты тем самым, да, сейчас сказал, что настоящий мужчина, защитник Отечества должен отдыхать, правильно? Не только. Не только. А что он еще должен делать? На тренировки ходить. На тренировки. То есть заниматься спортом, да? Угу. Ты занимаешься спортом? Каким? Хоккеем. Хоккеем. Какую роль исполняешь в командной игре? Нападающий. Нападающий. Сколько у тебя уже шайб забито? Десять. Десять это за все игры, да? Угу. Понятно. На соревнования часто ездить? Нет, на соревнованиях забито 10 шайб, а на тренировках я не могу их посчитать. Ага, здорово. А соревнований много было в твоей жизни? Ну только два выезда. Один в Харп, другой в Надым. Угу. А в Надыме как успехи? Первое место за мной. Первое место? Да, у меня медаль осталась. Здорово, молодец. А в Харпе? Ой, в Надыме пятые. А в Харпе первое? Угу. Ага, а пятые из скольких команд? Из пяти. Из пяти? Есть к чему стремиться, правильно? Правильно. Нужно ли делать зарядку по утрам? Да. Зачем? Чтобы не уставать от зарядки, нужно делать зарядку. Мирон, скажи, пожалуйста, защитники Отечества это только мужчины? Или женщины тоже могут исполнять эту роль? Могут, но они не могут идти в армию. Ну, теоретически... Потому что им нужна сначала подготовка. Теоретически могут идти в армию. Но это только теоретически. А практически не могут. Ну, практически все-таки по контракту женщины служат. Только в специальной армии. В какой? Там, где мужчин нету. Им легче задание дается. Да? Да. Ну, вот я служил в армии, где и женщины были у нас. Медсестра была. Это же тоже военнослужащая, правильно? В отделе кадров в секретной части сидели женщины. Отчего кадров? Твою должность заняли. Не позволю получать миллиард в час. Ну, вот. Раньше надо было, Мирон, а все. Так нужно все отменить. Отмена. Все. Давай еще раз сформулируем. Все-таки женщины тоже могут быть защитницами Отечества, правильно? Хорошо. Мирон, можно ли будущему защитнику Отечества играть в телефон? И сколько по времени? 40 минут в день и только по выходным. 40 минут в день и только по выходным. То есть два раза в неделю по 40 минут, правильно? Угу. Это для чего нужно? Для того, чтобы не было скучно. Мирон, что бы ты хотел пожелать всем защитникам Отечества? 1000 долларов. Давай еще раз прошу. Задам вопрос, хорошо? Мирон, что бы ты хотел пожелать всем защитникам Отечества? 5 долларов. Почему 5 долларов? Потому что это 50 рублей. Нет, 5 долларов это 350 рублей. Потому что это 350 рублей. Всем защитникам Отечества ты желаешь по 350 рублей, да? Да. Давай нормально какое-то пожелание с тобой сформулируем. Там, допустим, крепкого здоровья, мирного неба над головой, да? Семейного благополучия, вот как-то так. И что же мы пожелаем всем защитникам Отечества? Мирного неба над головой и много-много воздуха. Это очень хорошо. Мирон, давай вспомним какие-нибудь песни, знаешь, которые могли бы как-то-как-то быть приближены к этому празднику. Песня называется «Людня». Ну исполни песню. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, хорошо. А еще какую песню? Ну, именно такую посвященную, может быть, празднику. Дню Советской Армии, Дню Защитника Отечества. советская армия советская армия служит всем служит всем и служит всем осуществующую песню можешь какой-то может быть три танкиста напоешь кусочек танкиста три веселых друга экипаж машины моего подожди а давай теперь на границе тучи ходят хмуро на границе тучи ходят хмуро край суровый тишиной объят у высоких берегов амура часовые родины стоят у высоких берегов амура часовые родины стоят там врагу заслон поставлен прочный там стоит отважен и силен у грани земли до невосточной броневой ударный батальон умничка так ну что давай закругляться все-таки давай все-таки сформулируем какое-то общее поздравление до нас наверняка смотрят защитники отечества да и все 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 кого мы можем отнести к этому праздник что мы пожелаем крепкого здоровья правильно но ты что пожелаешь мирного неба над головой и много воздуха с вами был ученик третьего класса гимназии города лабытнанге выдающийся певец в будущем великий спортсмен и юморист мирон дюба скажи пока-пока